Радость Радость И счастье Спасибо Позвольте Ответа Нашей православной церкви Которая сохраняя Потрясающие явления Порядочности В Вселенских соборах и преемственность Это сохранять любовь Божью любовь Божественную любовь А Божественная любовь всегда в красоте, в порядке, всегда те слова, которые не вмещаются обычным людям, это любитель ближнего, любитель и людей, которые вас не воспринимают, людей, которые к вас плохо относятся, с любовью относитесь ко всем людям, так как Господь говорит, и солнце, и дождь посылает и дает сам с вами пребывание на земле в радости. Спасибо большое. Владыка, за ваши напутственные слова. Благодарю. Вы знаете, действительно замечательный, прекрасный праздник, наверное, один из самых любимых среди наших прихожан. Стоит, конечно, вспомнить, что даже в советские времена всегда мы и наши родители, и наши бабушки, и дедушки красили яйца и пекли куличи. То есть, как бы там даже не ходили в храмы, но всегда этот праздник был. И вот, слава Богу, уже несколько десятилетий есть прекрасная возможность сегодня всем, кто верует, приходить в храмы, молиться, вспоминать действительно о Христе, о Его подвиге, о Его воскрешении. Ну и сегодня мы, конечно, не могли, какая бы ни была сложная педагогическая обстановка, не прийти. Есть уже хорошая, прекрасная традиция, мы всегда... Нас приглашает Владыка, мы поздравляем его в его лице верующих на все большие религиозные праздники. Ну и сегодня тоже пришли поздравить. Конечно, хотелось бы прийти в храм, скажу откровенно, но когда сам призываешь верующих молиться дома, и когда спасибо огромное и Владыке, что он тоже настоял, чтобы особенно старшее поколение сегодня молилось дома, прийти в храм, когда сам где-то кому-то не рекомендуешь, конечно, это было бы с моей стороны неправильно. Поэтому приняли такое решение, благодарны Владыке, что он принял сегодня нашей резиденции и смогли поздравить его с этим прекрасным, замечательным праздником. Минут приехали, привезли... Владыка, как ты выставлялся? Значит, самолетом прилетели в Минск и из Минска по всем епартиям Беларусской верхата, Роскополсанской.